Библейский портал экзегет.ру представляет Наша сегодняшняя запись данной лекции сделана специально для библейского портала экзегет.ру Псалом 15, Псалом 15, Кафизма 2 Хотя Псалом 15 продолжает идею предыдущего Псалма, но в нем меньше требовательности, а больше оптимизма и радости. Автор Псалма, согласно надписанию, сам Давид. Он противопоставляет свой образ жизни тем, кто поклоняется ложным богам и свидетельствует о том, что Бог за его верность благословляет его уже сейчас. Более того, он надеется, что Бог спасет его даже от разрушительного действия смерти. Стих 1-й, 15-го Псалма. Псалом открывается просьбой о помощи. «Храни меня и надеждой на тебя уповаю». Остальная часть Псалма поясняет, что отношения с Богом обеспечивают безопасность. Никакие конкретные проблемы в данном Псалме не упоминаются. Таким образом, данный Псалом лучше всего классифицировать как Псалом доверия к Богу. Псалмы плача нередко характеризуются многочисленными жалобами на врагов или претензиями к Богу. Почему ты не слышишь, не видишь, бездействуешь? Здесь же Псалмопевец признает, что Бог его господин, и что все то доброе, что с ним происходит, исходит от руки его. Он отождествляет себя со святыми людьми, которые находятся на земле. Правда, кто эти святые, кдошим и могущественные, Адирей, нам не проясняется. Терминология Псалма может говорить как о сильных мира сего, то есть о людях, царях, которые по своим добродетелям приобрели благосклонность от Бога, так и о языческих богах, поклонение которым наравне с Господом здесь осуждается. И, к сожалению, недопонимание двойную трактовку нам здесь могут ввести знаки препинания, потому что в зависимости от того, как мы выстроим прямую речь, так мы и увидим того действующего героя, от лица которого как бы произносятся соответствующие слова. К святым, которые на земле. В исторических книгах Ветхого Завета мы слышим историю за историей о том, как израильтяне поклонялись богам окружающих народов, таким как Ваал, Мардук и так далее. Образ спешки текут, которые текут к Богу чужому. В погоне за богами показывает суетность и страстность того человека, который оставил Господа и пошел вслед чужих богов. Затем автор псалма отмежевывается как от языческих ритуальных действий, возлияния крови, так и от ритуальных слов, поминовения имен ложных богов на своих устах. В израильском культе были специально чинопоследования возлияния вина, которое могло сопровождать в качестве благодарственной трапезы те или иные жертвоприношения. Но это не было возлияние крови. Уж тем более пятия крови. Пролитая кровь по книге Левит указывала на смерть животного, а жертвенное животное как бы заменяло грешника в жертве искупления. Кровь животного отдавалась как бы за кровь человека. В крови животного душа его. Псалмопевец дистанцируется от языческих ритуалов, поскольку знает, что поклонение истинному богу приносит добро, а поклонение ложным богам приносит страдания. Псалом не указывает типы подразумеваемых скорбей, Но история Израиля и Иудеи показывает, что их постоянное поклонение ложным богам в конечном щеге привело к разрушению Иерусалимского храма и к изгнанию из земли обетованной. Кстати, здесь можно заметить, что, как и в предыдущем псалме, земля — это награда, блаженно кроткие, которые наследуют землю. Земля — это не наша собственность, то, чем мы владеем, покупаем, продаем, строим дома на века. Земля — это то, что Господь может отнять, рассеет нас по земле, если мы не будем вслед Господа ходить. И вот тут для желающих провести какие-то современные параллели, конечно, можно намекнуть как о великих миграциях народов, которые перемещались с одного места на другое, как об изгнаниях, когда тот или иной народ рассеивался и скитался по земле в чужих краях, так и о тех случаях, когда за нечестие какого-либо народа его собственную землю порабощали кто? Мигранты. И человек у себя на родине становился изгнанником. В пятом-шестом стихах пятнадцатого псалма выражение «часть наследия», «жребий», «мержи» напоминает о разделе обетованной земли между израильскими коленами. «Жребием» здесь, по этому псалму, является уже не просто участок земли. Самим этим «жребием» является Господь. Он его часть, удел. И отсюда мы можем провести тонкую святоотеческую параллель о том, что мы здесь на земле словно странники ходим, ищая жребия у Господа и земле иной. По откровению Иоанна Богослова мы ищем новую землю и ищем нового Иерусалима, там, где Христос, агнец на небесах. Псалмопевец демонстрирует исключительную предность Господу. Ты – моя избранная доля. И уверенность в том, что только в Боге можно чувствовать себя в безопасности. Ты буквально держишь, удерживаешь мои жребии. Если этот образ немножко раскрутить по-другому, то получается все то доброе, что я могу получить, оно находится в руке Божьей. Стоит Господу эту руку разжать, я могу это получить. И вот это моя доля. То, что Господь удерживает, и то, что я как бы с Его руки себе беру в качестве дара. Дару его мне, я как одаряемый принимаю. Образ чаши имеет также несколько коннотаций. Может быть, чаша гнева Божия, чаша наказания Божия. Но упомянутый здесь, в этом псалме, образ чаши, скорее всего, является символом тех благ, которые уготовил Бог любящим его. В других текстах Священного Писания также упоминаются положительные образы чаши. Чаша на праздничной трапезе, чаша спасения, чаша благословения по посланию к Коринфянам. Слова «Благословлю Господа» в псалтыре звучат впервые в данном псалме. В предыдущих псалмах праведник сам ожидал, что Бог его благословит. Здесь же речь идет о том, что псалмопевец ответит Богу встречной благодарностью за все те благодеяния, которые Бог совершил или ради одного человека, или ради всего общества Израиля. «Благослови Господа» ярким примером такой благодарности Богу является псалом 102, который начинается словами «Благослови душе моя Господа» и примерно теми же словами «Благослови Господа» и заканчивается 102-й псалом. Достойно удивления то, что Бог дает псалмопевцу практические советы ночью, буквально по ночам, показывая псалмопевцу путь жизни вместо пути смерти. По восьмому стиху «Господь всегда был передо мной, буквально пред лицем моим». И речь о том, что я поставил или по-другому положил Господа передо мною, так буквально идет речь, не видел, здесь речь идет не о созерцании нетварного света или иного какого-то особого озарения свыше, здесь речь о том, что я Бога как бы перед собой поставил, или по-другому, я сам к Нему обратился. «Поскольку Бог по правую сторону от меня, по правую руку от меня, я не поколеблюсь». Намерение псалмопевца всегда оставаться верному Господу дает ему надежду на ровную, стабильную жизнь. Образ непоколебимой, твердой почвы под ногами признак благополучия, в отличие от бушующего моря, которая по Библии нередко символизирует нестабильность, смятение, опасность. Здесь, конечно, хорошо бы актуализировать данный псалом, потому что нередко стабильность, ровность души человека, предсказуемость характера воспринимается сейчас уже как негативная категория. Но человек эмоциональный, бурный, как сейчас говорят, креативный, зажигательный, ценится больше. Так вот, наверное, с точки зрения ветхозаветной праведности все было с точностью до наоборот. Человек, который ровно идет по жизни, постепенно, прочно устанавливая ступени своего восхождения на Святую Гору, вот тот ценился больше, чем человек, которого носит с места на место, который постоянно ищет лучшие работы, не удовлетворяется первой женой, второй, третий, меняет хобби, стиль жизни и так до конца жизни не находит себе покоя. Он как волна морская, на гребне которой видна только одна пена. На такой волне невозможно стоять. Отсюда и очень интересный образ из Откровения Иоанна Богослова «Стеклянное море». Мы можем себя спросить, что это за ветхозаветный образ? Стеклянное море. С одной стороны, это море, то, что дает жизнь. Можно по морю перемещаться в другие страны. Море дает нам свои дары. Рыбу, морских гадов, какие-то материалы. Но «Стеклянное море» это образ противоположной бурной стихии, образ некой стабильности, прочности, которая соответствует типовому ветхозаветному образу выхода на землю, как выхода на некую спасительную пажить Божию, обретение прочности, стабильности или по-другому будущего своей жизни. В стихе 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему видеть тление». Вызрекают противоречивые дискуссии. Мог ли автор текста Ветхого Завета до Иисуса Христа верить и быть убежденным в том, что праведник получит бессмертие, кожа его восстановится, снова нарастет на костях и он, как и прежде, начнет ходить по земле. Или здесь речь идет просто о долгой жизни, о том, что праведник избежит ада и долго, долго не будет умирать. Если присмотреться в текст, упоминание здесь об аде в контексте данного псалма не предполагает никаких просьб о сохранении от преждевременной смерти. Перед псалмопевцем нет никакой болезни, нет преследования врагов. Он об этом не просит, чтобы, допустим, какие-то враги исчезли или были сокращены Господом. Следовательно, ни болезнь, ни враги не ставит жизнь автора псалма на границу между этим миром и иным. Он ходит пред Господом непорочно и чувствует себя в безопасности. Следовательно, здесь мы можем уже усматривать пророчество или, по меньшей мере, намек на жизнь после смерти. В своей речи после сошествия Святого Духа на апостола в день Пятидесятницы, Петр относит данный стих к царю Давиду и цитирует его применительно к воскресению Христову. Так же поступает и апостол Павел в своей проповеди в Антиохии Песидийской. В обоих случаях апостолы Петр и Павел относят цитату из данного псалма к Иисусу и его воскресению из мертвых. При этом у них прослеживается не только мессианская интерпретация псалма, но и ответ на мрачную перспективу смерти Ишиола. Послание к Коринфянам. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И все же, по мнению некоторых толкователей, тот факт, что Новый Завет основывает свою надежду на вечную жизнь на воскресение Иисуса Христа, означает, что опыт апостолов пошел дальше опыта жизни псалмопевца. И поэтому то блаженство, о котором говорит Давид в последнем стихе 15-го псалма, оно еще несовершенно. Это очарование, счастье, полнота радости, прежде всего жизни земной, но пока еще до конца не небесной.